Депрессия Руководитель Центра медико-психологической и психотерапевтической помощи. Те, которые страдают детством депрессией, у них не получается нормальная работа. Это влияет на все – на настроение, на самочувствие, работоспособность, способность мысли принимать решения и прочее. Поэтому и обостряет многое соматические заболевания, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт и так далее. Вот почему Всемирная организация здравоохранения специально поднял лозунг и сказал, что этот день мы должны помнить и мы должны все подумать, что с ним надо бороться. Она стала актуальна почему? Потому что по различным причинам она стала самым распространенным. По прогнозам ученых, в ближайшие 10 лет она будет заниматься первое место по распространенности. Теперь экономический ущерб, который приносит депрессия, в Америке посчитали. За один год Америка теряет 80 миллиардов долларов за нелеченные или косвенные прямые расходы, связанные с депрессией. Это о чем-то говорит, это экономически. А морально-психологическую сторону мы можем опустить. К сожалению, в нашей стране не проводилось такое исследование, но поэтому приходится социализоваться на зарубежные. Теперь, что касается самой депрессии. Самый основной признак депрессии — это пониженное настроение, утрата интересов к жизни, жизненным радостям, слабость и вялость, недомогание, необъяснимые. Это три главных признака. Теперь дополнительные признаки. Снижение качества концентрации внимания и памяти. Плохие мысли о прошлом и будущем, прогноз будущего, что ничего хорошего в будущем нет. Мысли о самоповреждении, может быть. Различные соматические ощущения, то есть боли вдоль позвоночника. Тянет, под ложечкой болит, под сердцем болит, что-то какой-то неопределенной тоска. Люди это воспринимают как боль сердечной. Поэтому проходят различного рода исследования, обследования и прочее. Действительно, что-то шмит, что-то болит в области сердца. Неприятные ощущения. Нарушение сна, может быть, бессонница. Иногда, даже иногда бывает так, что бессонница, только одна бессонница может быть проявлением депрессии. Мы это упускаем из виду. Снижение или нарушение менструального цикла у женщин может быть. Кроме того, вот в отношении потери интереса к сексуальной жизни. Это тоже немаловажная деталь, особенно для всех. Эти все вещи — дополнительные признаки. Уныние. Снижение концентрации. Потеря интереса. Депрессия. Удаются лечению. Первое, что необходимо сделать — поговорить. Я сказал клинические формы, но есть скрытая депрессия. Легкая депрессия, в которой не все симптомы есть, но есть основные симптомы, на которые не обращают внимания. Особенно наш менталитет. Люди, если говорят, что у тебя плохое настроение, говорят, да, у кого его нет. В нашей жизни ты ныщешь. Успокойся, все нормально. Если депрессивное состояние не проходит в течение двух недель, надо лечиться. В течение двух недель, если она прошла, скажем так, ситуационная, жизненная, потеря, утеря, переживание, стресс, тогда мы будем считать это текущая депрессия, к которой мы справляемся. Если она не будет проходить две недели, тогда необходима помощь специалистам. Маскированные формы депрессии может установить только специалист. Частые слезы. Ощущение бессилия. Отсутствие привязанности к ребенку. Депрессия после рождения ребенка – распространенное состояние. Обратитесь за помощью ради вас и вашего ребенка. Первое, что необходимо сделать – поговорить. Поэтому при появлении выше названных признаков необходимо обратиться. Я понимаю, у нас страх перед психиатрами, психотерапевтами, психологами, но это неоправданный страх. Они такие же специалисты, как все. Это надо просто понимать. Я думаю, люди сейчас стали более грамотными. Поэтому к этим специалистам можно обратиться. Они знают это заболевание хорошо и могут реально помочь. Теперь в отношении лечения. Лечение, к большому сожалению, без приема лекарственных средств тоже бывает. Но в основном приходится назначать лечение. Но не надо бояться. Люди не бояться применять последнее поколение антибиотиков, гормональных препаратов. Почему-то антидепрессанты боятся. Вот привыкание, там другое, третье побочное. Нет. Это лекарства проверенные, перепроверенные. Не надо бояться. Побочный эффект тоже мы отлично знаем. Как избавиться от этих побочных тоже знаем. Поэтому не надо бояться приема антидепрессантов. На сегодняшний день, опять же, есть данные американских ученых. Сейчас в Америке где-то около 37% населения принимает антидепрессанты. Это большая цифра. Но обоснованно, конечно, не просто так. Депрессия среди людей старшего возраста – распространенное состояние. Ее часто оставляют без внимания. Одиночество и утрата самостоятельности могут являться причинами. Депрессия поддается лечению. Первое, что необходимо сделать – поговорить. Поэтому, я думаю, мы должны с пониманием относиться к своему состоянию. Обратить на это внимание. Не надо говорить «да успокойся, возьми себе руки». Это обычные наши советы. Ну, конечно же, здоровый образ жизни. Свежий воздух, полноценное питание, насыщенные витаминами. И воскресенье дается не для того, чтобы заниматься, работать. Дается для того, чтобы отдохнуть, избавиться от стрессов. Поэтому, если нужно отдыхать, надо отдыхать. Первым шагом к избавлению от депрессии может быть разговор с человеком, которому вы доверяете. Аида Алиева, Тимур Тимаев, Осман Кая, Медиаманас.